Один из самых массивных бодибилдеров в истории, Рулли Винклар. Легендарные руки и общая масса. Вот уж кого действительно можно было назвать монстром бодибилдинга. Но вместе с тем, проблемы с формой на старте карьеры, слабый контроль пресса, который в свое время вызвал бурную реакцию Арнольда, мол, куда катится бодибилдинг. А после мощная трансформация в кувейте и лучшая форма за карьеру. В 2018 году он взял бронзу на Олимпии, его признавали народным чемпионом. Но уже спустя несколько лет Рулли значительно потерял в массе. При этом без объявления о завершении карьеры. Неудивительно, что сотни тысяч людей по всему миру задались вопросом, что стало с Рулли Винклером, почему он так уменьшился в объемах и вернется ли он на сцену. Сегодня, насколько то возможно, отвечу на эти вопросы, а также вместе с вами вспомним лучшие моменты в карьере Рулли Винклера. Спасибо, что смотрите и, конечно, спасибо за ваши комментарии. Они очень помогают в работе канала. Но прежде, получается, уже который год подряд, я рекомендую всем канал Александра Кузнецова, канала о мужском здоровье. Александр выпускает очень качественный контент о спортивной фармакологии, эндокринологии и андрологии. Кроме того, он помогает в подготовке выступающим спортсменам. Ссылку на его канал я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Ну а если уж быть совсем точным, это ссылка на конкретное видео о натуральном бодибилдинге. Почему он не для каждого и также разбор основных проблем. Стабильно актуальная тема, так что после просмотра моего видео переходите по ссылке и подписывайтесь. Рулли Винклера действительно долго шел к той самой форме, по которой его запомнят. В начале десятых он сделал акцент на кондиции и выходил на сцену сухим, но плоским. То были времена первой части фильма «Поколение железа». После период сверхнаполненности, но вместе с мышечными объемами в полный разнос пошла и область талии. Винклер слабо контролировал область пресса. Переходы между позами в его исполнении были, пожалуй, страшным сном для ценителей эстетики в культуризме. В середине десятых как раз нахлынула волна ностальгии по золотой эре. Монструозность открытой категории бодибилдинга, кажется, достигла предела. Хватит это терпеть, нужно что-то менять. Роптали зрители, пришла идея категории классик-физик, ну а Рули тем временем освоился в Кувейте. Там формировалась, можно сказать, выковывалась масса будущего мистера Олимпия биграми. Там же перевернул свою карьеру Брэндон Кьюри. И Рули в Кувейте тоже значительно изменился. Пиком его карьеры стало третье место на Олимпии 18-го года. Тот год вообще стал лучшим для Рули за время выступлений. Тогда же он стал четвертым на Арнольд Классик в США и одержал победу на аналогичном турнире в Австралии. И в том же году Шварценеггер признал, что Рули проделал большую работу над позированием и контролем мышц. Как атлет он вышел на новый уровень. В 19-м году в активе Рули также была победа, но на турнире средней руки, а на Олимпии он был уже пятым. Олимпия 20-го года, пожалуй, самый досадный момент в его карьере. По миру действуют ограничения из-за вируса. И Винклара буквально снимают с самолетов в Штаты с положительным тестом на ковид всего за несколько дней до Олимпии. Ну а в 21-м году Рули уже только один отстейн на главном турнире. Да что там, девятый на Румыния ПРО. Его последним на данный момент турнире с не самым сильным составом. Винклар объяснил, что дело в медицинских препаратах, которые он был вынужден принимать, но при этом побочным эффектом, у которых были плохие кондиции. Но с ноября 21-го года Рули так и не вернулся на сцену. Вначале он сохранял мышечную массу, но после на свежих снимках и видео стало очевидно – Рули значительно потерял в объемах. Да, он по-прежнему готовил атлетов, помогал в тренировках топом, кое-как тренировался сам, но все же Рули Винклар уже не был тем самым монстром массы. Понятное дело пошли слухи и предположения о причинах, и ожидаемо атлет получал тысячи вопросов онлайн и вживую, что с ним случилось и вернется ли он на сцену. По такому случаю Винклар запустил новый ютуб-канал и опубликовал два видео о проблемах со здоровьем и последующей операцией. Рули сходу обозначил, что он, мол, надеется, что после этих видео на его канале люди перестанут спрашивать, что же с ним произошло, куда пропали объемы. Винклар признался, что уже более года не тренируется, как раньше. Можно сказать, по сравнению с прошлыми временами, так и не тренируется вообще. Виной всему травма плеча, которая произошла пару лет назад и спустя год вынудила Рули отказаться от привычных тренировок. Боль при нагрузке была слишком сильной. Логично, что при этом снизились и мышечные объемы. В последние годы Винклар не раз бывал в Бразилии, тренировал местных атлетов и здесь же нашелся специалист, который вызвался помочь атлету в его сложной ситуации. Врач диагностировал осиоартроз плечевого сустава. Именно он был причиной сильной боли и он же существенно ограничивал амплитуду движения плеча. Решено было провести атероскопию, также действие по восстановлению связок. Планировалось воздействовать на нерв, чтобы устранить резкую боль и стимулировать восстановление сустава. При этом, правда ради, во время осмотра, когда врач попросил Рули показать, в какой именно области тот испытывает боль и насколько мобильны его плечо и рука, в глаза бросилось, насколько все-таки массивен даже откативший в плане массы Винклар. Лишний показатель того, каким же монстром он был на пике. Врач предложил Рули обследовать сразу и второе плечо, в котором еще нет болевых симптомов, но, вероятно, присутствует тот же недуг, но на ранней стадии. До этого, по крайней мере, пока, насколько я понял, не дошло, но в целом прогнозы были оптимистичны. Вплоть до того, что период физиотерапии начнется уже через неделю после операции. Все зависело от того, насколько удачно та самая операция пройдет. На этих кадрах Рули за несколько минут до, как раз таки, хирургического вмешательства, врач еще раз объясняет, какие именно манипуляции он совершит и что операция займет 2-3 часа. На деле, она вроде как продлилась дольше. Выписывался из больницы Винклар, тем не менее, в хорошем настроении. Все надежды были на положительный результат и короткий период восстановления. Далее, этап физиотерапии. Вновь мы слышим советы специалистов, в том числе о важности растяжки, что чем более гибкое тело и суставы, тем большую мышечную массу можно нарастить и тем лучше она будет смотреться. Но, к сожалению, многие вновь посчитают это ненужной формальностью. Но отвечая на главный вопрос, вернется ли Винклар на сцену и когда, он пока не дал никаких гарантий. Восстановление плеча – это длительный процесс. На утвердительный ответ потребуется время. Важный фактор – Рули уже 44 года, в июне будет 45. К моменту его последнего на данный момент сезона, с учетом любительских турниров, Рули выступал уже более 15 лет. Немалый стаж. Вопрос о возвращении остается открытым. Да и если возвращаться, то ради чего? Форму 2018 года, ту самую, уже не вернуть. При этом за последние годы случилась смена поколений. Топ-10 выглядит уже совсем иначе. Тот же Уильям Бонак, в прошлом нередко сосед рули по турнирной таблице, уже на грани попадания в десятку лучших. А ведь еще в 2019 он был вторым на Олимпии. Мне нравится Винклор, он совершенно особенный атлет, и, конечно, мне хотелось бы посмотреть на его пиковую форму в подобном формате, да и просто увидеть Рули Винклора вновь на сцене. Но вместе с тем, велика вероятность, что на своем последнем турнире Рули уже выступил. Однако, это именно предположение с многоточием в конце. До тех пор, пока сам атлет не объявит о завершении карьеры. А этого пока не произошло. Делитесь мнением о карьере Рули Винклора, о его травме, о перспективах возвращения на сцену и, в принципе, о том, каким он останется в вашей памяти как атлет, если свой последний турнир как бодибилдер он уже провел. Это первый выпуск в 2023 году. Я знаю, что эта тема была интересна многим, поэтому именно с этого материала я решил начать. После прошлого года я уже от 2023 ничего хорошего не жду. Как это модно говорить в последние месяцы, горизонт планирования сжался до минимума. Но надеюсь, что для вас этот год будет, насколько то возможно, хорошим. И что мои видео на протяжении года, если они будут выходить, окажутся для вас интересными и полезными. Спасибо, что смотрите.